Впереди у меня олимпиада, к которой я готовлюсь отчаянно, скажем так. В Сочи планирую все гонки бежать. Конечно же, там будем смотреть по раскладам, по результатам. Если надо будет какой-то гонкой пожертвовать ради восстановления для какой-то другой гонки, уже это будет рассматриваться вариант. Но на данный момент готовлюсь ко всем гонкам, ко всем стартам. Планирую еще год, буду бегать, а после, наверное, уже нет. Год буду отдыхать, наверное, ничего не делать. Даже не удивлюсь, если я буду лежать, плевать в потолок и говорить, я хочу лежать, я ничего не хочу делать, никуда не пойду. Что будет после спортивной карьеры, я думаю, что будет выбор, но где я становлюсь и в какой сфере, я не могу однозначно ответить. Вариантов очень много, как в спорте, как и спортсмен, и как тренер, и как организатор, и как, допустим, любые массовые мероприятия с детьми, соцплана. Разбежка очень большая. Вы противостояли, когда вас родители отдавали на этот спорт? Да, ой, я не хотела, я плакала, я говорила, папа, я не буду ходить, заниматься. Он говорит, а что ты будешь делать, дома сидеть, что ли? Ничего не знаю, ходи. Вот, в общем, он меня где-то полгода я отходила и не хотела, а потом он заставил. И уже через месяца два-три я уже с удовольствием ходила, занималась. Как вы учились в школе? Я хорошо училась в школе. Я училась в гимназии, даже в физико-математическом классе, в школе с английским уклоном. Потом в одиннадцатом классе, когда я уже много стала разъезжать, мне пришлось перейти в простой класс, но я была там лидирующей ученицей, а не отстающей. Поэтому я всегда выбрала учебники на сборы, училась, занималась, так что учитесь. У вас есть мечта в жизни? Да, у меня есть мечта научиться танцевать бальные танцы латиноамериканские, выучить английский, немецкий, казахский языки, что еще, сходить на концерт Селин Дион и, ну, наверное, если подумаю, еще парочку мечт, я вспомню. В детстве, вот, когда ребенком были, Новый год праздновали, какой был самый запомнишься вам? Что-то я как-то даже и не припомню, кто бы мне запомнил, а запомнилась Дед Мороз, когда приходил и он с термосом вот наливал жидкий азот и вот он показывал, типа, откуда он берет мороз, что вот он с собой его носит в термос и потому вот у нас холод. Вот это вот было оно. Если честно сказать, то с детьми мне нравится общаться больше, чем с журналистами. Конечно, то, что они здесь присутствуют, я вот ни в коем случае не выгоняю, но с детьми на самом деле более непринужденная беседа, они простые, интересные вопросы задают. А для взрослых людей, для журналистов иногда приходится уже так замудренно отвечать или думать или из-за этого замудренного вопроса умного сделать более простой ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова